В 2003 году мы с мужем купили земельный участок ПАИ. Мечта у нас такая была, что вводим на пенсию и тоже построим туристическую базу. Один дом, потом второй появился, потом третий. Потом уже как-то больше хозяйства обросло. Мы купили первую корову в 2012 году. Потом в 2013 году еще купили корову. Вначале что-то для себя, вот творожок, сметанка. Потом отдыхающие начали просить. Двух коров уже было мало. Услышали программу, начинающий фермер. Взяли грант, купили 23 головы еще коров, детелей. Расстелились, молока море, реки. Куда девать молоко? Сели с супругом, думали, что делать. Давай варить сыр будем, Сережа. Сейчас у нас уже 53 дойного стада. В районе 30 коз, около 30 дойных тоже. Начали мы варить дома, в кастрюльке сыры наши. А сейчас уже в этом году, осенью, мы запустим свой цех, свою сыроварню. Очень ждем мы ее, конечно. Масштабы уже будут более мощные. Нам выделили земельный участок напротив море Ирана, центральной площади Ваи. Магазин свой поставили. Сыроварня семьи Курабовых. Наше производство не ощутило коронавирус. У нас как шла продукция, так она и по сей день идет. Наоборот, даже с нарастающей. Мы растем, припавляется молоко, да, телятся новые коровы. Молоко, соответственно, припавляется больше продукции. И это все уходит. В период пандемии у нас работал магазин только на АИ. В Барнауле два своих отдела мы закрыли. Была доставка, работая онлайн, то есть по Инстаграму. Люди делали заказы. И мы два раза в неделю делаем. И сейчас продолжаем осуществлять, в принципе, доставки. И так и будем продолжать. Если бы 20 лет назад мне сказали, что у меня будет ферма, что у меня будет столько голов крупнорогатого скота, что я буду варить сыр, я бы ни за что не поверила этому. Когда мы купили первую корову, я ее боялась. Правда, я не могла подойти к ней, потому что у меня одолевал страх. А сейчас у меня все животные залюблены. Это не только бизнес, это наше хобби. Сыроварение. Мы очень любим животных, очень любим свою работу. Сами по натуре мы трудоголики. То есть нам подъем в 4 утра – это абсолютно нормальное явление. Я не понимаю, если вот 2 или 3 дня не буду делать ничего. Куда девать энергии? Меня поддерживает в моем бизнесе. Это моя семья, супруг, который поддерживает во всех начинаниях. То есть не было от него никогда там нет, не будем, что-то нет. Ну, надо так надо. Каждая головка сыра, она с частицей нашей любви, это частицы нашего сердца. Молоко, оно живое, оно все чувствует. Когда с любовью продукция сделана, это здорово, это вкусно, полезно. Самое главное, чтобы это было желание и работоспособность. И все будет.